Здравствуйте виноградари! Вы снова на канале Виноградник за окном и с вами Юрий Егорутин. Несколько дней назад я опубликовал свой видеоролик об одной очень распространенной ошибке виноградарей, которую допускают при формировании новых рукавов и новых плодовых лос. Ссылочку на этот видеоролик я оставлю в описании и в первом комментарии, поэтому если есть желание, посмотрите. Но коротко сообщу, что смысл заключается в следующем. Если мы выбираем осенью при обрезке побег, который должен плодоносить в будущем году, то есть он будет плодовой стрелкой, то существует такое правило, он должен находиться на лозе предыдущего года, либо предыдущей вегетации, как например пасынок. Если не соблюдать это правило, а взять побег из многолетней древесины, трех и более лет, то такой побег будет либо плохо плодоносить, либо совсем не плодоносить. Причем чем старше лоза, из которой он вырос, тем хуже будет плодоношение. А такими побегами на винограде как раз и являются волчковые и поросливые. Для примера я сделал такой рисунок. Перед вами веерный бесштамбовый двухрукавный куст. Мы имеем подземный штамб, рукав номер один, на котором есть сучок замещения номер один и плодовая стрелка номер один. Голова куста, это то место, где разветвляются у нас рукава. Надземного штамба у нас нет, это все находится в лунке у нас. И имеется второй рукав, на котором сучок замещения и плодовая стрелка. А также у нас вырос поросливый побег. Он растет из спящей почки подземного штамба. Вот этот побег. Нам нужно либо омолодить куст полностью, либо хотя бы для начала заменить вот этот рукав номер два. И казалось бы, уже этой осенью можно удалить вот этот старый рукав номер два, вместе с сучком замещения, плодовой стрелкой. Вот в этом месте просто его отрезал, а вместо него использовать вот этот поросливый побег. Но почки на поросливом побеге не плодоносны. И прежде чем рассчитывать на хорошее плодоношение этих побегов, нужно сначала сформировать плодовую лозу. То есть вырастить на поросливом или волчковом побеге новый побег, который уже будет расти на лозе предыдущего года и который уже будет хорошо плодоносить. Это краеугольный камень обрезки винограда. Плодовая лоза обязательно должна находиться на лозе предыдущего года. Если посмотреть все способы обрезки и различные формировки, то в абсолютном большинстве это правило соблюдается. Для меня это так очевидно, что я даже не стал этому моменту уделять особое внимание. А между тем, мнения на этот счет оказываются различными. И поэтому я счел необходимым сделать дополнение. Почему я считаю, что это правило нужно соблюдать? Ну во-первых, об этом говорит мой личный опыт. Я точно знаю, что почки из поросливых и волчковых побегов азиатских сортов 100% не плодоносны. Часть современных гибридных форм могут плодоносить на побегах из многолетней древесины, но значительно хуже, чем из двухлетней древесины. И я решил поискать в литературе упоминание об этом. Я его нашел в книге Александра Негруля. Так вот, он говорит, что для омолаживания растущих рукавов оставляют удачно расположенные побеги, выросшие из старой древесины, у основания или в нижней части рукава. Для этой цели нужно брать мощные и даже так называемые жирующие побеги. Их обрезают на 2-3 глазка. Старый рукав еще остается и дает урожай. А на следующий год сучок омоложения обрезают на плодовое звено, а старый рукав спиливают. То есть, порослевый побег становится полноценным рукавом только после того, как на нем вырастет новый побег. И это Александр Негруль. Но это может показаться только косвенным объяснением. Еще одно упоминание об этом я нашел у одного болгарского ученого-виноградаря Стоева. Он отмечает, что при обрезке обычно соблюдают различные правила. Поэтому они, эти правила, заметно отражаются на системе обрезки. И среди них правило, что почка является плодоносящей лишь тогда, когда стрелка находится на двухлетней лозе. Что исключает применение в качестве плодовых лоз побеги, выросшие из многолетней древесины. Ну и нашел вообще интересный документ – учебное пособие для подготовки специалистов по специальности агроном. В этом учебном пособии, кроме всего прочего, говорится, чем более из старой древесины происходит лоза, тем бесплоднее ее побеги. Лозы на двухлетней древесине всегда образуют плодовые побеги. Это происходит вот почему. Побеги из спящих почек многолетней древесины развиваются только при нарушении корреляции между надземной и подземной частью куста. В тех случаях, когда корневая слишком развита, а надземной части не хватает. При этом у этих побегов преобладают ростовые процессы, а генеративные процессы – закладка соцветий – или полностью отсутствуют, или же наступают только в очень благоприятные годы. Поэтому при нормальном состоянии кустов в первую очередь закладывается урожай на нормально развитых побегах, а уж потом на побегах трехлетней и так далее по возрасту древесины. Поэтому лоза на двухлетней древесине имеет более плодоносные глазки. И это учебное пособие для агрономов. Но почему же на практике мы вдруг видим, что почки на порослевом побеге плодоносны? На это есть несколько причин. У некоторых сортов они плодоносны, но значительно слабее. И поэтому начинающий виноградарь просто не видит разницы. У него нет опыта, чтобы сравнивать. Когда привыкаешь, например, к урожаю с рукава 10 и более килограмм, то когда получаешь 3 килограмма, то сразу это бросается в глаза. А вторая причина – это просто невнимательность. Не все то золото, что блестит. И не все то поросль, что растет из земли возле штамба. Что вообще называют порослевым побегом? Это побег из спящей почки подземного штамба. Правильно? Правильно. А теперь давайте рассмотрим, как это происходит на практике. Выросли порослевые побеги. Они вам не нужны. Что вы с ними делаете? Правильно. Удаляете. А как? Вы раскапываете штамб, находите эти побеги и обрезаете их возле штамба? Да ничего подобного. Вы взяли секатор. Кстати, и я точно так делаю. Воткнули его в землю. И сколько достали, столько и обрезали. А на следующий год из этих подземных сучков, да, вы сформировали, сами того не подозревая, подземный сучок формирования. Вот из них вырастают снова побеги. Но так как они растут снова из земли, то вы ошибочно считаете, что они растут из многолетней древесины. Но нет. Они растут из лозы предыдущего года. Из той лозы, которую вы поленились удалить в прошлом году. А соответственно, они и плодоносят. То есть вы предварительно, невольно сформировали плодовую лозу на порослевом побеге. И второй вариант. Когда вы срезаете волчки на голове куста, вы тоже оставляете пенек, из которого развивается побег, который и вроде бы волчковый, но он может расти не из многолетней древесины, а из того, не до конца срезанного волчка предыдущего года. И есть еще гибриды, прямые производители, так их называют. Это были лучшие гибриды между европейскими сортами и американскими видами винограда. Их цель была получить виноград, а затем вино, с качеством европейского, но устойчивого к филоксере. Так вот, у них даже побеги из многолетней древесины плодоносят. Ну и соответственно, можно сразу и поросль, и волчки использовать в качестве плодовых лоз. Но в Европе новые посадки таких гибридов запрещены из-за низкого качества вина. Хотя старые посадки продолжают плодоносить, и из него тоже делают вино. Вот такая она суровая правда виноградарей. Плодовая лоза должна расти из лозы предыдущего года. Все сходится, и теория, и практика. А теперь давайте еще раз на схеме повторим порядок формирования нового рукава. Никакие старые рукава мы пока не удаляем. А поросливый побег, вот этот побег, обрезаем коротко, на два глазка. Вот так, как будет у нас на рисунке справа. И в следующем будущем году, вот из этих почек, почки 2 и почки 1, мы выращиваем два побега. Они уже будут находиться на лозе предыдущего года. И они уже будут плодоносными. И только осенью мы либо удаляем вот этот рукав полностью, И один из этих побегов, который уже будет плодоносным, будем использовать в качестве второго рукава. А этот рукав у нас останется. Либо у нас даже может произойти полное омоложение этого куста. Мы просто срежем старый штамп, вот здесь на уровне почвы. А из вот этих почек, почки 2 и почки 1, мы будем формировать новый куст. Причем рукава будут без порезов. Если вы сейчас посмотрите вот на старый рукав, обратите внимание, хотя это рисунок, но неспроста вот здесь такие выступы. Это срезы. Это срезы от бывших стучков замещения. Вот этот один срез, вот этот второй срез, вот этот третий срез. Ну вот судя по рисунку, этому кусту 4, 5, может быть 6 лет. И вот когда количество вот этих срезов накапливается, то проводимость вот такого рукава, проводимость тканей, ухудшается. И требуется омоложение. И вот наличие вот такого сучка омоложения, либо сучка формирования, как угодно, дает нам возможность срезать полностью куст и сформировать 2 новых рукава. И перед вами еще второй вариант. Он только немножко будет отличаться. То есть мы не режем порослевый побег коротко, как в предыдущем случае, а обрезаем его длинно, так, чтобы он у нас доставал вот эти почки до верхней проволоки. А нижние почки, вот те, которые, их даже смотрите, здесь уже нет, мы будущее весной выщипываем. И вот из этих почек, двух верхних, которые мы оставляем, к осени будущего года мы выращиваем два побега. Один и второй. Которые в следующей осенью и обрежем. Нижний на новый сучок замещения, на 2-3 почки. А вот из этой почки обрежем длинно побег. Это у нас будет будущая плодовая стрелка. То есть, если в предыдущем случае мы могли бы при короткой обрезке сформировать два новых рукава, то вот в этом случае мы формируем только один рукав. И вот уже осенью будущего года мы вот в этом месте срезаем старый этот рукав, а вместо него у нас будет новый рукав вот такой длины, с новым сучком замещения и новой плодовой стрелкой. Ну и все уже на эту тему. Думаю, добавить уже ничего не смогу. А с вами был Юрий Егорутин. До скорой встречи. До свидания. Пока.